Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Сейчас на ваших экранах результаты методики MMPI по 2016 году. Значит, у нас одна из ведущих методик. Надо сказать, что вообще четко определены 15 методик, которые используются при проведении психологических обследований персонала, работников предприятия. И всего 15, не больше или не меньше. Их можно варьировать. Все это в ведении заведующего лаборатории находится. Но, тем не менее, соответственно, одна из ведущих основных методик, это ни для кого не безызвестный, я думаю, так называемый опросник методика MMPI. Миннесотский многоаспектный личностный тест. В данном случае показаны его результаты, усредненные результаты за 2016 год. Около 500 работников прошли у нас обследование за этот год. И, соответственно, мы в Excel посмотрели его средние результаты. Понятно, что подсчитывается это все очень легко и просто, быстро. И на ваших глазах, вот здесь вот можно видеть усредненные результаты по этим 500 работникам, которые попали в сферу нашего внимания за 2016 год. И часто Инна Валерьевна, Татьяна Викторовна, Елена Владимировна при описании полученных результатов конкретного работника, любят писать. Я на них иногда ругаюсь за это, но они иногда пишут норма, хорошая норма. Но, одним словом, смотрят результаты этой методики, можете даже сейчас посмотреть свои результаты, вспомнить их и, соответственно, увидеть, что существует так называемая общепопуляционная норма. Общепопуляционная норма по этому тесту, по этой методике, а это лучший тест, это король тестов. Это лучше из лучших, что есть на данный момент в психологии. Эта норма лежит в диапазоне от 30 до 70 Т баллов, так называемых. Значит, тут что значит, дальше у меня идет слайд, что это значит по каждой шкале. Шкала ЛФК, первая, вторая, третья, шкала лжи, достоверности, коррекции и далее идут клинические шкалы. Шкала депрессии, прошу прощения, ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, паранойи, шизофрении, интроверсии, экстраверсии и так далее. Вот по этим шкалам четко рассчитаны нормативы. Все очень жестко, все очень четко, все очень в цифрах. То есть, если человек по конкретным результатам обследования превышает его показатель норму, то есть, выходит за диапазон 70 или же 30 Т баллов, мы обращаем на это внимание и соответствующим образом отмечаем его проблемы в нашем заключении. Если же все благополучно, как я уже сказал, мои сотрудницы пишут просто слово норма или хорошая норма, могут еще что-то дописать, если что-то их поразило, удивило. Но так вот выглядит интерпретация для моих сотрудников в области диагностики по методике ММПИ. Это одна из ведущих методик, мы ее обязательно используем в наших дистанционных психологических обследований. Эта методика является обязательной. Раз в год она проводится для работника с так называемым среднесрочным прогнозом профессиональной надежности и функциональной адаптации. На основе этой методики можно сделать глобальный основополагающий вывод и очень точный вывод по поводу адекватности, неадекватности психического здоровья, нездоровья подопечного нам пациента, испытуемого человека, работника, персонала. Ну вот вкратце все по методике ММПИ. Примерно таким же образом проходят обследования и по другим методикам, по другим тестам. У нас разработаны нормативы, у нас есть общепопуляционные нормативы. Если человек неоднократно попадает в поле нашего зрения, в этом случае мы уже смотрим на его индивидуальные нормативы. То есть не только общепопуляционные 30-70, но и существуют у нас в лаборатории уже люди, которые неоднократно проходят обследования из года в год. И для них у нас рассчитаны свои, их собственные индивидуальные нормативы. Они конечно отличаются от общепопуляционных большими или меньшими показателями. Но это уже частности, конкретика, не суть в этом, этого видео, а именно попытка донести до людей, до наших контрагентов, как примерно, очень упрощенно в некотором смысле описана методика ММПИ в головах моих сотрудников. Мы видим диапазон нормы, мы видим диапазон ненормы. В области паранойи, шизофрении, маниакально-депрессивных каких-то проявлений и так далее, психостении, истерии, ипохондрии и так далее, и так далее, и так далее. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь под этим видео, ставьте лайки и задавайте мне вопросы. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok